Ветер на обе сконечного Творца Видео сначала хочу начать с комментария под видео Некий Владимир с пять семерок Написал Все в руках Божьих Их покайтесь и не выкладывайте больше таких роликов Не осуждайте священника Я им отвечаю Как же я могу не выкладывать, отец родной Если все в руках Божьих Это руки Божьи и выкладывают Не позорься, отец родной То есть, что получается? Человек говорит, что все в руках Божьих А то, что я делаю, получается, руки Божьи до меня не доходят? То есть, то, что я делаю, то Бог мне не разрешает? Или я делаю что-то свое О чем Бог не знает? Ну, какие глупые вообще мысли у этих верующих? Ну, как-то, да? Ну, нелогично Ну, в общем, после этого переходим к следующей идее проповеди того же партерея Андрея Ткачева Напоминаю, мы с ним работаем на пару И один Андрей Ткачев заменяет два института атеизма Это сказал про него саратовский священник То есть, он как бы рубит, так сказать, крупными кусками правду матку свою Но в итоге, при внимательном рассмотрении, это оказывается антирелигиозная пропаганда Даже так, да Итак, есть ли смысл исповедовать грех, если я знаю, что он повторится? Ведь это, наверное, получается лукавство? Да Да, Андрей Именно это самое Это лукавство Во-первых, грехи уже искупил Христос Он за это умер, да? И ты это прекрасно знаешь Поэтому любой человек, который к тебе приходит искупить грехи Ты, во-первых, не должен его принимать и сказать ему И не брать деньги, самое главное Не брать деньги и сказать Христос вас искупил Он за вас жизнь отдал И отпустить человека Ты же лукавя Ты лукавый человек Изначально Ты принимаешь людей И искупляешь им грехи Которые не вправе искупать Кто ты такой? Ты кто? Ты кто? Бог Ты Христос Ты кто? Христос всё уже сделал до тебя И ты тут такой что-то зародился Какая-то мысль Понятно, это мысль не от совести Это как бы рассуждение Потому что такие мысли, наверное, у других людей тоже возникают А как бы Если человек грешит и каясь Грешит и каясь Грешит и каясь То это получается какой-то бесконечный процесс Да Да Церковь на этом и стоит На этом и зарабатывает Убрать этот процесс Не знаю, что вы будете делать Что? Я даже не знаю, что Полы в пустых этих церквях подметать Дальше пишет Есть смысл исповедовать грех Даже если вы подозреваете, что он повторится Ага Есть грехи, которые неизбежно повторятся Например, человек говорит, что рассеивается на молитве Или что у него нет любви Часто нет терпения Что-то намешал Я совершенно уверен, что когда вы придёте через неделю Вы повторите то же самое Ну, как бы, если человек отвлекается на молитве Это черта характера Поэтому это не грех И, конечно, это повторится Тут, как бы, мистер очевидность Да Дальше Нет любви А что, как бы Если помолиться То она появится, что ли? Можно заставить любить, что ли? Что-то как-то непонятно Нет терпения Ну, да, слушать непонятные песнопения Это тоже надо, как бы, быть очень таким терпеливым Вы же не по-русски поёте Для японцев вы переводите на японский Для всех иностранных церквей РПЦ Вы переводите на их родной язык Там без проблем А для своих домочадцев Нет Слушайте, вот, как бы Как бы, рабы Божьи И внимательно И с терпением Дальше Было бы странно, если бы вы сказали В прошлый раз я говорил, что у меня нет любви А теперь есть И теперь я на молитве не рассеиваюсь Ну, конечно, странно, как бы Разве Можно по щелчку пальцев раз и полюбить, да? Такие вещи можно повторять всегда Или можно не повторять Но подразмевать Вот откуда берётся пыль? Никто не знает Но уборку влажную делать придётся Потому что пыль берётся сама собой Ну, у глупых людей всё как-то случается Или там Божье провидение Или ещё что-то Но на самом деле на всё есть причин И пыль берётся Ну, как бы, я ещё в детстве знал Что пыль падает из космоса, да? В детстве Ну, мне отец рассказал Я так знаю, да? Может быть, это не так Но откуда? Из космоса пыль Но Андрей Ткачёв не знает об этом Дальше Если же речь идёт о серьёзных грехах Если вы Ну, вы с большой буквы не обязательно, Андрей Это как бы колено преклонение Подлизон Нет в русском языке такого правила Это чрезмерность Если вы, не дай Бог, изменяете жене И настолько связались с этим грехом Что знаете Что в ближайшее время Не избавитесь И приходите плакать о себе Значит Ну, в принципе, пыль они все психологи, да? Но тут Они психологи такие Ожесточённые Они не для того, чтобы помочь А для того, чтобы расковырять ситуацию Обвинить в грехах Чтобы человеку стало больно Чтобы он грешил Каялся, потом грешил Каялся, грешил И денежку переносил Потому что В каждой семье своя ситуация И вот эта измена жене Это можно сказать Человек, как вариант Нашёл любовь в другом месте С другой женщиной Есть выражение Бог есть любовь И если Бог есть любовь То это Если там любовь к другой женщине То это Богом Значит Утверждено, да? Это не грех Любовь – это хорошо Христос сказал, что надо любить Да? Даже врага А если женщина Которая ответила взаимностью Так В чём грех-то? Если возникла любовь Взаимная при том, да? И измена жене А что жена делает? Ну как бы Жена – это что? Что-то такое Золотое Посеребряное Что-то такое Святое Которое Не делает никаких гадостей У неё Отличный характер Она там Ну то есть Это идеальная жена Ей Изменять нельзя, да? Или полюбить другую Ну это Если она сварливая Если она там Докапывается до мужа И так далее Ну не даёт ему жить нормально Да есть такие Есть и мужчины Такие Есть и женщины То есть это Супружеская пара Тут может быть Кто-то Так довёл человек Что тот пошёл Искать любовь на стороне И нашёл её И счастлив И в чём грех? Если человек счастлив Андрей В чём грех? Дальше Но отходите от исповеди И знаете А Но отходите от исповеди И знаете Что вы опять не свободны Что опять находитесь Под угрозой Залезть в ту же лужу Ну как я То что говорил Это не лужа Это счастье Если человек нашёл любовь Это счастье Дальше В таком случае Вам нельзя причащаться А исповедоваться Всё равно нужно Как это? Что-то не понимаю Ну как бы Вы деньги-то всё равно Несите Да? Вы рассказываете Все свои вот эти Я вас послушаю Мне само интересно А вот как бы Когора я вам не дам Да? Блин Это Это жестокое наказание Андрей Ну как это? Без Когора-то Поисповедуетесь Раз И к сожалению Вернётесь на прежнее Второй Третий раз В конце концов Совесть вас замучает И либо вы убьёте Свою совесть И станете животным Либо совесть Убьёт ваш грех Совесть убьёт Ваш грех И заставит вас Стать человеком Ну это мастер слова Конечно Мы уже знаем его Вот эти его обороты Очень часто Неприменимые Или какие-то Ошибочные Или странные Или смешные Но вот он опять Значит Давайте ещё раз Прочитаем Значит То есть человек Вот я трактую Человек Полюбил другую женщину Да? И при этом Он ещё ходит Об этом рассказывает Вот этому попу О этом или другому Он зачем-то Рассказывает Вот попу Что он полюбил Другую женщину Зачем? Мужик Ты зачем к нему ходишь? Зачем ты ему рассказываешь? Ну такой вопрос Риторический Ну ладно Ходит И каждый раз Ходит И говорит Я люблю женщину Я люблю женщину Я люблю женщину Значит И он говорит Совесть вас замучает И вы как-то убьёте Свою совесть Как можно убить совесть? Ну как бы Совесть она или есть Или нет Как убить Свою совесть? Вот Андрей У тебя совести нет Ну как бы Ты её убил, да? У тебя совести нет Ты людей обманываешь Значит Ты её убил Получается По твоей логике И станете животным У человека Которым нет совести Животное Говорит Андрей Ткачёв Либо совесть Убьёт ваш грех И заставит вас Стать человеком Или совесть Вас Значит Одёрнет И вы вернётесь К той жене Которая вас ждёт Скалкой Или там С сигаретой В уголке Это губ Да? Или что-то такое Ну вот К той женщине Которая ему не нравится Вернёт Совесть Маша извини Ну ладно там Побей меня ещё раз Дай мне синяк под глаз Да? Меня совесть Замучила Я буду с тобой Ну и так же можно И к мужчине Перевернуть Пьяница валяется На диване Жена возвращается К нему Совесть её замучила Она возвращается Начинает там Подбирать за ним Всё это Маска То есть Ткачёва говорит Раз Жена Или муж Всё До гроба Значит Ну Я считаю Нет У человека Есть свобода воли Если ему нравится С этим человеком жить Ну Пусть живёт Если не нравится Ну Ну Так люди делают Иначе Не было бы разводов Так что люди Поступают Как хотят А Андрею Это не нравится И дальше Значит Вы будете воевать Совестью Смертельным боем До хрепоты И крови До хрепоты Совести Или до хрепоты Что-то Пока один из вас Не победит Либо вы станете Животным Либо вы станете Человеком И совесть Победит вас Совесть победит вас Ну Такой драматизм Всё Значит Такой накал Страстей И в связи с этим Переходим К его видео Вот это я не читал Вот это видео Можно Нужно послушать Так А как же Включить Чтобы это было Ну-ка Если я за свою Священческую жизнь Повенчаю Семьсот пар Из которых Шестьсот разведётся То Христос Имеет полное право Спросить Мне ты зачем Их венчал Стоп Андрюш Слушай А часто К тебе Христос Приходит Врачи Ты знают об этом Нет Что к тебе Христос Приходит Что-то там Спрашивает Это как-то Это Поделился бы Там Что там Он ещё Тебе говорит Понимаете Человек Даже Даже не моргнув глазом Говорит Что он там С Христом Общается Ну в принципе Мы разбирали До этого Он и с дьяволом Общается И с Яховой Общается Вообще без проблем Значит Он представитель Христа Но при этом Он говорит Что он бракодел Из шестьсот Если он сто Сто пар Остаётся То бракодел Значит Вся эта религия Все вот эти догмы Все вот эти проповеди Впустую Это брак Просто Работа Впустую Он и про это говорит Этих пустых людей Этих совершенно Пустых людей Этих развратников Безбожников Которые Пришли Повенчались Тебе Сунули рубль в карман И исчезли И ты больше их никогда не видел Ну уж Рубль Андрей Ну что ты Ценник там нормальный у вас Ценник хороший Какой рубль-то У тебя вот это Вот это Полотенце на себе Или что там Просто Ничего Не знаю как это называется Ряса там Она вся золотая На рубль это не купишь Ну вот Врет Врет Тебе зачем такие прихожане Зачем ты венчаешь этих людей Скажи Да Зачем тебе такие прихожане Они все плохие У тебя Юноши плохие Тупые Старики Вообще Как бы мерзость Женщины Надо их бить плеткой Ну остается какой-то Средний возраст Мужчин Которых в церкви у тебя нет И ты сокрушаешь Мужуков у тебя нет Ну да Мне кажется Надо всех распустить Закрытие церковь Да И все И быть хорошим Ты хорошая А все дураки Так Паразит ты такой Ты зачем их всех венчал Они не мои Это не мои люди Это не мои овцы Почему ты не разбираешься с ними Видишь овцы Значит люди овцы И это типа Это типа Христос у него спрашивает Почему люди Не его Он думает Что Венчание По иудейским Правилам Это Христос завещал Андрей Найди это место Где Христос говорит Венчайте людей С именем Сары И этого Авраама Вот этих Мерзавцев Ветхого завета Где это написано Зачем ты обманываешь людей Нет такого Это ты придумал И придумали Такие же попы Как ты Христос Правильча Ничего не говорил Он наоборот Боролся с иудаизмом Это ты знаешь Зачем Ну зачем Ради Золотого кафтана Почему ты Вот это вот С ними не читал Это очень серьезный вопрос Потому что Если я покрестил Тысячу Значит вся тысяча Должна быть Царство небесное Почему же должна Почему же должна Это что-то какая Тоже какая-то придумка Кого покрестил Значит Те сразу В рай попадают Царство небесное Это где Такое правило Ты взял Из ума что ли Или ты не выспался Андрюш Ты что Если кого-то не будет Опа А где А куда пропал Один человек пропал Это уже много Если повенчал Например Тех же там 500 пар Ну за За 50 лет Священства Можно и 3000 людей повенчать Это нетрудно Ну так они должны Быть все тоже Потом вместе В царстве небесном Если я Ну почему Почему они должны Быть царством небесным Во-первых Андрей Царство небесное Закрыто Ну Тебе ли не знать Бытие Там все Все четко написано И Господь никогда Нигде Не говорил Что я Передумал И раскрываю Для хороших людей Для тех Кто в меня верит Открываю рай Ну или там Царство небесное Где ты такое нашел Где ты Нашел то Что Господь Пустит Значит В рай людей Он Изгнал оттуда Адама и Еву Поставил там Стражника Куда ты завлекаешь О чем ты говоришь Это просто Вот человек Смотрите на него Это человек Без совести Это лжец И слуга Отца лжи Дьявола Он вас Накалывает Каждый день Каждый день Он пишет Какую-то фигню Значит И еще Именем Христа Значит Прикрывается Христос говорил Про таких И таким Как ты Андрей Что вы Слуги Дьявола Отца лжи Ну Вот на этом Я заканчиваю Всего вам хорошего Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому